МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24. Сегодня в нашей программе. Современное метро, как визитная карточка мегаполиса. Комфортно, быстро, красиво. СИИ-220, марка качества. Преимущество данных картоуборочной машины в том, что ее можно использовать не только в сезон сбора, хлопка, сердца, но и другие периоды сельхозработ. Репортаж о хлопкоуборочной машине, которую еще называют трансформером. Правление Центрального банка снизило на 1% пункт основную ставку до уровня 14% годовых. Когда-то здесь производили ювелирные изделия. Теперь здесь тишина, пустота и пыль. Коэффициент полезного действия ноль. А могло бы быть предприятие в Учтыпинском районе. Журналистам сегодня рассказали о том, как будут работать дошкольные образовательные организации в период пандемии. Современную динамику перемен можно увидеть повсеместно. Скорость обмена информации, транспортная доступность привели к тому, что расстояния сократились. К 2025 году в столице протяженность метро вырастет более чем в 4 раза, до 157 километров. Перспективные планы уже в действии. Новые подземные станции и надземное метро. Наш репортаж об этом. Города. Растет их население. Увеличиваются пассажиропотоки. И потому развитию транспортной инфраструктуры особое внимание решить важные задачи стремительной жизни мегаполисов помогло строительство еще во второй половине 19 века подземного метро. Немало интересных фактов известно о Нью-Йоркском. С 472 станциями, или о Лондонском, первом в мире. О Шанхайском метро общей протяженностью 660 километров. И Московском. Но мы должны помнить и о том, что ташкентский метрополитен имеет богатую историю. Почти 43 года назад, 7 ноября 1977, он начал свою работу по четкому графику. Процесс строительства данных линий, решение о возведении стальной подземки в Ташкенте, в целом реализация данного проекта были непростыми. А нынешние дни современники без доли пафоса называют началом новой эры в строительстве ташкентского метрополитена. И помимо традиционного подземного метро, тот факт, что и надземное начал обслуживать людей, подарило чувство новизны и гордости. На лицах людей удовлетворенность. Забот стало меньше, комфорта больше. Путь без лишнего времени и разочарования. Все удобно, современно. Действительно, кому понравится часами простаивать в пробке. Новая надземная линия метро, открытая с участием президента, представителей государственных и общественных организаций ветеранов, вот уже 10 дней ускоряет ритмы жизни. Как завершим строительство, спокойно можно будет из Сергили приехать на Куйлю. Из Сергили же добраться до Юнсабада. Самая главная задача сократить время в пути. Построив кольцевую в 54,5 километра, внутри города легче станет дышать. Люди будут довольны. Как запустится этот проект, горожане, имеющие машину, будут садиться за руль только в субботу и воскресенье. Мы приобретаем дополнительно лучшие вагоны. Подписан договор. Сколько услуг можно оказать людям, будет доход. Город, имеющий развитую инфраструктуру, будет динамично развиваться. Но сегодня это тоже примета времени мало просто сдать объект. Важно обеспечить его отлаженную работу. С этой целью транспортные потоки детально просчитаны. Линия поэтапно превратится в кольцевую, огибающую весь город и жизнь мегаполиса станет еще более стремительной. Сегодня уже 10 сентября, и мы задались вопросом, как справляются новые линии с поставленными задачами? Какие настроения царят среди людей? Итак, 7 станций кольцевой линии уже введены в эксплуатацию. Что это дает населению? В первую очередь новые рабочие места, комфортное передвижение по городу, экономию денежных средств. К тому же развитие экономической и промышленной сфер. В то же время, кроме горожан, новые стальные пути привлекут и туристов, что, конечно же, положительно отразится на развитии индустрии гостеприимства. Мы находимся на станции Дослик-2. Она является одной из семи станций нового наземного метрополитена. В первую очередь мы должны приобрести специальную карту или QR-код. Здравствуйте. Спасибо. Что касается этой карты, она является универсальной как для метро, так и для наземного автобуса. Давайте посмотрим, как она работает. Купив ее за 5000 сумм, обнаружите, что на счету уже и есть эта сумма, которой хватит на три поездки. Если у пассажиров нет желания покупать карту, то они смогут приобрести одноразовый QR-код. Между Дослик-2 и станцией Кулюк находятся в обществе сложности семь станций. И по этой нашей надземной линии передвигаются четыре поезда, то есть четыре состава. Интервал времени, то есть от первой станции до конечной станции составляет общее время нахождения поезда в пути 19 минут. Каждый состав останавливается на каждой станции на 15-20 секунд для посадки и высадки пассажиров. Давайте поедем и в поездке продолжим нашу беседу. Нам было привезено пять составов в общей сложности, и по этой линии передвигаются четыре из них. Как видите, новые составы с кондиционированием. Тут у нас находятся карты-навигаторы, которые пассажир может дать свое первоначальное положение, с какого инстанции передвигается и до какого инстанции хочет доехать. А вот эта карта показывает его маршрут. Шумоизоляция на очень высоком уровне. Между рельсами на этой линии установлены современные технологии. Специальные накладки, они устанавливаются между рельсами, сбивают шум передвижения поезда. А что сделано здесь для безопасности наших граждан? Для безопасности наших граждан в каждом вагоне установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики, сигнализующие о возможном пожаре или задымлении. Если говорить о энергосбережении этих составов, экономит 35-40% электроэнергии, чем наши старые составы. В салонах современных модернизированных вагонов в жаркое время работает кондиционер, а в холодное будет греть отопительная система. Здесь же есть специальные подсказывающие стикеры и электронная карта метро. Мне вообще-то очень понравилось, потому что вагоны повышенной комфортности, работает кондиционер, можно увидеть город из окна. Это плюс. Я думаю, что эта ветка метро будет очень востребованной в нашем городе. Метро очень хорошее, вагоны чудесные, прекрасно едем. Очень интересно было проехать в метро. Я на пенсии, поэтому редко езжу. Это из основы нашего государства, что он такую большую работу проделывал. Удобно, приятно, классно. Хочется, конечно, чтобы наши гости и сами ташкентцы очень бережливо относились к новым вагонам. И, конечно, будем ждать остальное открытие ветки. Кроме выми вышеперечисленного, наземное метро оснащено специальными лифтами. Система полностью запущена и хорошо функционирует. Такое удобство было заложено еще на стадии проектирования. По словам специалистов, лифты предусмотрены для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли подняться на платформу станции и таким же образом спуститься вниз. Новые стандарты, новое качество теперь и у столичной подземки. Моменты, когда по новому маршруту двинулся составы, юнисабадцы ждали с нетерпением. Теперь ведь станции Юнисабад и Туркестан соединяют в едином транспортном потоке весь район. Общая протяженность второго этапа юнисабадской линии метро 2,9 километра. За эти дни люди убедились в правоте еще одной истины. Эта линия придает скорость всему и передвижению, и экономике, и жизни. У людей, увидевших все это, поднимается настроение. На предыдущих станциях много темных цветов, и это давит на пассажиров. При строительстве мечети, центра исламской цивилизации, если вы обратили внимание, мы используем в унисон нашим национальным традициям светлые тона. Вот поэтому и здесь цвета, поднимающие настроение. Другие государства сегодня не спешат создавать подобные условия для людей. Ведь очень дорого. Но я уверен, население Ташкента этого достойно. Да, данный проект для 340-тысячного населения юсабада был в планах, но ему не было уделено внимания в последние 25-26 лет. Конечно же, были на то причины. Не было средств, не было условий, технологий, не было проектировщиков. Потому постепенно стремились свернуть этот проект. Но ведь метро – самый безопасный, самый удобный вид транспорта. Я думаю, в наше время, из экологической точки зрения, он удобен. И к этому стремится весь мир. Теперь мы намерены проложить ветку метро от центра Мирзоулубекского района до ТТЗ. Как почитали специалисты, число курсирующих автобусов из юсабадского района сокращается со 129 до 77, то есть на 40%. Это позволяет экономить 5,5 тонн топлива в день. В связи с запуском новых линий метро в юсабаде за счет сокращения времени пути пассажир экономит минимум 20 минут. Новые станции юно-сабадской линии отличаются своим простором, своей красотой, своим светлым оформлением. Дизайн выполнен в очень современном стиле. При строительстве принимали самые современные высококачественные материалы. Все было сделано для удобства пассажиров. Мы хотели показать станцию очень красивую, современную, такую, как развивающийся Узбекистан. Чтобы в лице данной станции была видна вся красота современного Узбекистана. Станция юно-сабад – это единственная станция среди станций ташкентского метрополитена, в которых на путевой стене закреплены данные LED-экраны. Они обладают широкоформатным обзором, то есть они видны. Их установлено на 6 штук. То есть с каждого угла станции пассажир может увидеть, в какую сторону уехать. Пассажиры перевозки у нас возросли. Если раньше юно-сабадская линия метрополитена у нас обычно пассажиры перевозки составляли 11-12 тысяч пассажиров в день, то на данный момент после открытия двух новых станций юно-сабадской линии пассажиры перевозки возросли до 17-18 тысяч. О том, насколько важна данная магистраль, говорят и цифры статистики. Пропускная способность новых станций юно-сабад – 5 тысяч, а Туркестан – 2,5 тысяч пассажиров. Специалисты вывели и такие данные. В год за счет сокращения надземного пассажирского транспорта и минимизации пробок выброс вредных газов сократится на 5,3 тысяч тонн. Очень рада, что открылись две новые станции метро. По городу очень удобно со станции на станцию, с линии на линию. Стало очень удобно, что появились новые станции, очень удобная развязка. Данная станция вообще очень понравилась, так как она выполнена в необычном стиле для Востока, в стиле, так сказать, хай-тек. Очень красиво. Глаза разбегаются. Очень, очень красиво, очень удобно. Но просто гордость за нашу страну просто неописуемая. Словом, признаются наши собеседники, все сегодня в ритме перемен, в стремительном ритме нашей с вами жизни. Субтитры создавал DimaTorzok уровень механизации сбора хлопка сырца в регионах республики. Акционерным обществом Ташкентский завод сельскохозяйственной техники запланировано производство и доставка 850 современных высокоэффективных хлопкоуборочных машин в регионы республики. На сегодня уже выпущено 492 единицы спецтехники. Часть доставлена сельскохозяйственным предприятием. Репортаж Джамши Тасуатова. Современный уровень развития хлопководства в целом определяется степенью механизации всех процессов отделования хлопчатника и уборки урожая хлопка сырца. Немаловажное значение имеет вопрос внедрения современной техники в данную отрасль. Так, в стране была налажена работа по производству современных хлопкоуборочных машин и организации машинного сбора, обеспечивающих условия для широкого применения механизированной уборки хлопка сырца. На эти цели было направлено постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по усилению уровня механизации сбора хлопка сырца в регионах республики. В целях реализации данного документа были разработаны стратегии и программы. В частности, привлечены более 200 сотрудников с предприятия ООЗ «Автосанаат». В данных производственных линиях ранее производилось 5 единиц хлопкоуборочной техники. После изучения сотрудниками ООЗ «Автосанаат» были расширены производственные линии с 1 до 4, что позволило, в свою очередь, увеличить производственную мощность от 5 до 40 единиц. Особое внимание уделяется на качество производимой техники, а также послепродажное обслуживание для обеспечения бесперебойной работы. В целом, в целях обеспечения исполнения постановления акционерным обществом Ташкентский завод сельскохозяйственной техники запланировано производство и доставка 850 современных высокоэффективных хлопкоуборочных машин в регионной республике. В этом вопросе придается особое внимание внутреннюю современных технологий. За год эффективного использования с положительной стороны успели зарекомендовать себе новые комбайны марки CE-220. «Преимущество данных хлопкоуборочной машины в том, что ее можно использовать не только в сезон сбора хлопка с сердца, но и в другие периоды сельхозработ. То есть, по сути, это машина-трансформатор. И таких сегодня по Узбекистану насчитывается 192. Ну а в ближайшие годы планируется довести их показатель до 550. Соответственно, производственный процесс в самом разгаре». Максимально эффективное использование комбайна позволит значительно сократить срок окупаемости техники. По словам специалистов, новое поколение комбайнов способно за день собрать до 20 тонн хлопка вместо 400 хлопкоробов. Простота использования. Можно организовать сбор хлопка с сердца даже на относительно небольших полях. «Данная хлопководушная машина разработана совместно с современной зарубежной инженерной компанией, Кейси и Холлотехмологией. В этой машине все мы самые последние современные технологии внедрили на эту конструкцию. Мы использовали горизонтальный спиндельный аппарат. У него большая производительность и большая скорость сбора хлопка с сердца. Кроме этого, в данный аппарат мы установили систему автоматического копирования. Это дает возможность, когда там машина собирает хлопка, несмотря на неравномерность полевой профиля, машина будет собирать хлопок в одном плоскости. Это снижает потери урожая и повышает производительность наших машин и безопасность его езды. Второй год уже выпускаем данные машины. Первый год мы его испытывали, широкозахватное поливиспитание проводили. В этом году у нас уже большое серийное производство, около 550, чтобы трактор хлопководушной машины выпускаем. А были там недостатки в прошлом году. Мы вот это все недостатки изучили. И совместно с нашими партнерами, совместно с зарубежной инженерной компанией, вот это все вопросы. В данном этапе уже машина усовершенствована в виде. Сейчас мы ее поставили на серийное производство. В целях обеспечения бесперебойной работы хлопкоуборочных машин в течение сезона и повышения качества сбора хлопка на каждую закупаемую машину закрепляется по два механизатора, которые проходят специализированные курсы обучения. На сегодня за счет выделяемых низкопроцентных кредитов коммерческих банков хлопкоуборочные машины марки C220 на 10 лет и марки MX1.8 на 7 лет предоставляются приоритетно хлопкотехстильным кластерам и фермерским хозяйствам. Безусловно, развитие отрасли послужит обеспечению продовольственной безопасности народа, внедрению современных технологий в сельское хозяйство, расширению механизации сервисного обслуживания, а также созданию большого количества рабочих мест. Большая работа по сбору урожая идет во всех регионах республики, в том числе и в Сурхандаринской области. Здесь на хлопковых полях проведен процесс дефолиации, а сельхозтехника также в помощь сборке ценного сырья. В 2019 году всего по Сурхандаринской области было засеяно на более чем 74 тысячах гектарах площадей и собрано 221 611 тонн хлопка. В нынешнем году выделено столько же земель под выращивание этой агрокультуры. Ожидается сбор урожая 244 800 тонн. В настоящее время готовы к сезону 130 открытых сборочных площадок для хлопка и 4 закрытых склада на 5 хлопкоочистительных объектах региона. Кроме того, для доставки урожая на специальные пункты для дальнейшей очистки и переработки во время страды были задействованы 151 трактор и 279 прицепов. Необходимо отметить, что вся техника была полностью отремонтирована и приведена в рабочее состояние. Музарабатский район Сурхандаринской области. Здесь в целях организации эффективной работы в период сбора ценного сырья была сформирована 91 бригада. На сегодняшний день в Музарабатском районе на 6900 гектарах земли посажен хлопок. В этом году планируем собрать 21 380 тонн. Что касается подготовки к сбору, то и здесь мы создали все условия для обеспечения комфорта работникам. В нашем районе имеется 4 хлопковых пункта и один хлопкоочистительный завод. В этом году в процессе сбора хлопка будут задействованы более 10,5 тысяч наёмных работников. Готовая и специализированная техника, а также запчасти. Кроме того, есть продовольственные запасы. Уже заключены контракты с наёмной рабочей силой. Готовы к сезону и районные штабы в области, организующие и координирующие качественный сбор хлопка-сырца. В условиях пандемии в каждом штабе во время хлопковой страды будут задействованы бригады медицинского персонала. В Термесском районе на площади в 2216 гектаров планируется получить урожай в размере 7216 тонн. Здесь задействованы 51 комбайн, 52 трактора для транспортировки хлопка-сырца и 76 прицепов. Хлопковые поля фермерского хозяйства «Шаров-Мохинор». Как видите, коробочки уже раскрылись. Здесь также проводится тщательная подготовка к сбору урожая. Заключаются контракты между фермерами и наёмными рабочими. У нас 93 гектара земли. Из них на 32 гектарах засеян хлопок. Работников мы принимаем только при условии заключения договора. Для них будет предоставлено питание. Заключение контракта – очень важный момент, так как имеет юридическую поддержку для наёмного рабочего. Наемные работники, ознакомившись с условиями контракта, очень довольны возможностями и условиями, созданными для сбора урожая хлопка в нынешнем году. Мы заключили договор. За каждый килограмм нам будут выплачивать 1000 сумм при первом сборе. При втором сборе каждый килограмм будет стоить 1400 сумм. Мы ждём с нетерпением начала работы. В этом году всё иначе. И работа по найму представляет широкий спектр возможностей, в том числе и юридическую поддержку. А раньше такого не было. Мы очень рады новым переменам. Главная цель тщательной подготовки к сезону – это создание необходимых условий для наёмной рабочей силы и сбор богатого урожая хлопка-сырца. Сегодня состоялся брифинг, посвящённый вопросам организации уборки хлопка-сырца урожая 2020 года. Соответствующим постановлением установлены тарифы ручного и машинного сбора. А хлопкоуборочная техника, комплектующие и запчасти, приводимые из-за рубежа в качестве исключения до 1 сентября следующего года, освобождаются от таможенных платежей. Какие ещё меры утверждены в документе, ответили представители Министерства сельского хозяйства. Как отмечалось на брифинге, в этом году сев хлопка произведён на площади 1 миллион 34 тысячи гектаров. Согласно прогнозам, планируется произвести более 3 миллионов 101 тысячи тонн хлопка-сырца. В настоящее время в республике функционируют 95 хлопково-текстильных кластеров и 12 хлопковых коопераций. Подчёркнуто, что для сборщиков хлопка созданы все необходимые условия труда. Организовано 3,3 тысяч полевых стана и 394 палатки. Работники будут обеспечены трёхразовым питанием, а оплата труда будет производиться каждые пять дней, а при необходимости ежедневно. Сбор хлопка будет осуществляться согласно графику, разработанному на основе полученных из регионов рекомендаций. Так, в Ферганской области сбор хлопка стартует 10 сентября. В республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской, Кашкадаринской, Наманганской, Сурхандаринской и Сардаринской областях 15 сентября. В Джизакской, Новоиской, Ташкентской и Харезамской областях 20 сентября. В Самаркандской области 25 сентября. Оплата за один килограмм собранного вручную хлопка сырца на первом этапе составит 1000 суммов. На втором – 1400 суммов. Тарифная ставка за машины сбор хлопка – 920 тысяч суммов за одну тонну. В Джизакской, Ташкентской и Сардаринской областях, а также в некоторых районных Каракалпакстана, Кашкадаринской и Сурхандаринской областей за каждый килограмм хлопка сборщики будут получать дополнительно 200 суммов. Между руководителями отрядов по сбору хлопка и временно незанятыми гражданами будут заключены гражданско-правовые соглашения для их привлечения к сезонной работе. Для начальников отрядов устанавливается заработная плата в размере не менее 2 миллионов суммов. Эти расходы будут покрыты за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений. В формате видеоконференции состоялось первое совещание Координационного совета инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19. Совет высокого уровня, по мнению экспертов, поможет в преодолении основных вызовов пандемии. Как было отмечено, в ходе диалога в период пандемии международная солидарность и сотрудничество выходят на первый план и заслуга Всемирной организации здравоохранения в данном направлении неоспорима. Являясь своеобразным проводником и координатором в налаживании совместного механизма противодействия распространению коронавирусной инфекции, ВОЗ оказывает неоценимую поддержку каждой стране. И роль ВОЗ и Европейского Союза в вопросе разработки вакцин для защиты населения, дальнейшего обеспечения средствами диагностики и лечения COVID-19 для нас, несомненно, продолжает оставаться лидирующей. Мы считаем, что данная инициатива по ускорению доступа к средствам борьбы с инфекцией в защите систем здравоохранения позволит еще больше объединить совместные усилия и смягчить последствия пандемии во всем мире. Говорилось и о том, что именно при поддержке ВОЗ Узбекистан одним из первых разработал стратегический план реагирования против COVID-19 с учетом анализа ситуации и необходимого бюджета. Кроме того, совместными усилиями были разработаны клинические руководства по введению пациентов с COVID-19, а также утверждена новая национальная программа обучения врачей-реаниматологов по введению больных с тяжелой формой заболевания. Было подчеркнуто, что реализация поэтапных комплексных мер, правовой основой которых послужило принятие порядка 27 нормативно-правовых актов, позволило взять ситуацию под контроль. В формате видеоконференц-фазы было проведено заседание Координационного совета инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусной инфекцией. Целью является разработка и производство и справедливое распределение средств диагностики и лечения, а также вакцин против коронавирусной инфекции. Из стран Центральной Азии Узбекистан был единственной страной, которая была представлена. На этом мероприятии высоко была оценена проводимая грамотная политика в борьбе с коронавирусной инфекцией. Стороны подчеркнули, что инициатива по ускорению доступа к средствам борьбы с инфекцией, защите систем здравоохранения позволит еще больше объединить совместные усилия и смягчить последствия пандемии во всем мире. Внедрять новейшие достижения науки и техники, мыслить по-новому стало главным атрибутом развития. Совершенствование порядка государственного контроля над строительной отраслью особое внимание. Репортаж о новой национальной информационной системе ШАФОВ. Пролежь далее. Масштаб строительных работ увеличивается. Вносятся новые современные штрихи в архитектурной облике городов. В этом процессе акцент делается как на качество, так и на оперативность. Современные жириалии требуют новых подходов, которые обеспечили бы также прозрачность всех этапов. Чтобы заинтересованные лица и общественность имели возможность наблюдать за динамикой стройплощадки. Использование ИКТ – приоритет. С этой целью была внедрена национальная информационная система прозрачное строительство. Благодаря ей контроль за сферой полностью оцифрован. И как следствие этому экономится время и средства. Облегчается работа инспекторов и подрядчиков. А спрос в этом сегменте большой. Возводятся различные объекты, жилые дома и зоны отдыха. На данный момент программа охватывает объекты, строящиеся в Ташкенте и Ташкентской области. Но к 1 января 2021-го работу системы планирует расширить до масштаба всей республики в режиме реального времени. Согласно приказу Министровья, с 7 по 14 сентября текущего года будут проводиться семинары. будут проводиться непосредственно на тех объектах, которые регистрированы на нашей инспекции, с представителями инспекторов этих районов по контролю сферы строительства, а также слушатели, которые были сюда приглашены от разных регионов нашей республики. К концу октября этого месяца мы планируем уже научить всех инспекторов по контролю сферы строительства республики непосредственно работать в этой системе. Формирование различных баз данных о проверках строительства объектов, заключенных контрактах между подрядчиками и заказчиками, список строящихся зданий, проектно-сметные документации касательно всех возводимых объектов. Вот одни из главных задач системы, с внедрением которой возникает и кадровый вопрос. Семинар помог инспекторам глубже изучить данный подход, посмотреть на свою работу под новым углом. Отметим, что тренинг включил в себя не только теоретическую составляющую, но и практическую. Участники посещают строительные площадки и наглядно знакомятся с преимуществами процесса. Один из адресов – многоэтажный жилой комплекс в Шейхан-Тахурском районе. Также инспекторы освоят этапы регистрации объектов в системе, рассмотрят технический контроль клиентов и узнают, как открыть личный кабинет. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение снизить основную ставку до уровня 14% годовых. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции. Данное решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно положительных реальных процентов ставок в экономике. Об этом и в других акцентах, сделанных на брифинге, наш следующий материал. Причина принятия данного решения исходит из прогнозируемых показателей. Мы надеемся, что принятое решение по кредитной политике полностью оправдает себя на практике. Это требует определенного времени. Если некоторые из предпринятых шагов сразу покажут результаты, то другие будут реализованы позже. При этом отсутствие ярко выраженных проинфляционных факторов на прогнозном горизонте дает денежно-кредитной политике пространство для смягчения без будущих рисков для инфляции. Как было отмечено на пресс-конференции, Центральный банк совместно с правительством будет предпринимать все необходимые меры для достижения постоянной цели по инфляции к 2023 году. Соответственно, несмотря на снижение основной ставки в апреле 2020 года в экономике сохранялись умеренно жесткие денежно-кредитные условия. В июле-августе на фоне послаблений требований по обязательным резервам банков и активного проведения Центральным банком денежно-кредитных операций наблюдалось существенное снижение процентных ставок на межбанковском денежном рынке, в том числе по депозитам, на более длинные сроки. Также в ходе пресс-конференции был прокомментирован один из основных вопросов волнующих населения. Насколько готова банковская система к возможной второй волне пандемии, о которой часто стали говорить в медицинских кругах? Для выхода из ситуации мы подготовили несколько вариантов. Конечно, в случае второй волны пандемии коронавируса будут предоставлены те же смягчающие условия и отсрочки. В наших дальнейших планах мы учли это обстоятельство. На пресс-конференции журналисты получили подробные ответы и на другие вопросы, касающиеся кредитной политики, продления сроков кредитования, факторов, повышающих потребительские цены. Состоялось заседание постоянно действующего консультативного органа Совета руководителей Торгово-промышленной палаты государств, участников СНГ в области международного коммерческого арбитража. Вопрос о совершенствовании его правовых основ был в центре внимания. Подробности далее. Сегодня во всем мире институт арбитража стремительно развивается. Одним из приоритетов для стран, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций, является создание благоприятной правовой среды, совершенствование законов и практик. Даже в условиях пандемии факторы, поддерживающие экономику, не потеряли своего значения. Скорее, нынешняя ситуация потребовала разработки инновационных подходов. Необходимо отметить, что председательство Узбекистана проходит в условиях возникновения новой реальности, вызванной пандемией коронавируса. В новых условиях использование нашего совета может стать поддержкой для предпринимателей нашего содружества. Наши совместные усилия станут важным фактором для выхода из сегодняшней сложившейся ситуации. Мы много работали над совершенствованием средств коммуникации в это непростое время, использование видеоконференц-связи в арбитраже и других онлайн-процедур. Была создана рабочая группа, чтобы все-таки арбитраж продолжал функционировать успешно и в это непростое время. В онлайн-заседании приняли участие представители пяти стран, в частности, России, Казахстана, Киргизстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Каждому выступающему была выделена своя тема. Участники обсудили такие вопросы, как совершенствование законодательства в сфере, практика и достижение международных арбитражных судов в странах СНГ, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества в этом направлении. Состоялся обмен знаниями и опытом. По итогам встречи участниками был выдвинут ряд предложений, в частности, заключать как двусторонние, так и многосторонние соглашения в сфере международного коммерческого арбитража, проводить совместные регулярные семинары для обмена опытом по актуальным вопросам, обучать международному арбитражу в юридических вузах. Поставлены определенные задачи, в протокольном порядке это решение будет принято. Мы думаем, какие направления мы должны дальше работать. Это первое направление работы нашей подготовить молодое поколение. А второе направление это создать постоянно действующую рабочую группу. Рабочую группу, которая будет контактироваться не в год, один раз, а вот в течение года, чтобы они контактировали, обменялись мнениями. Также решено издавать специальный журнал, в котором будет отображаться весь имеющийся опыт в данной сфере. За прошедший период осуществлена большая работа по дальнейшему развитию и совершенствованию государственного языка. Вместе с тем, все еще встречаются случаи грубого нарушения его норм и правил. О недостатках, выявленных в ходе изучения нашей съемочной группой, наш репортаж. Алмазарский район. Сегодня он приобрел привлекательный облик, а все потому, что здесь проделана значительная работа по благоустройству. Однако, в результате очередного изучения использования норм государственного языка в наружной рекламе был выявлен ряд нарушений и недостатков. В частности, ошибки были замечены на улицах Кичикхалхьёда. На рекламных счетах фразы на узбекском языке передавали нелогичные значения. Аналогичная ситуация и в одном из рекламных роликов национального продукта. Торткус бодешмода. Лозунг, который озадачил нас не в меньшей степени. К сожалению, таких примеров достаточно. Кроме этого, на этой улице много фраз и на иностранных языках. Это говорит о том, что нужно поднять уровень грамотность сотрудников предприятий, занимающихся рекламной деятельностью. Мы провели анализ и выяснили, что 70% всей наружной рекламы пишется на иностранных и только 30% на государственном языке. Немало случаев нарушения языковых норм при наименовании мест общественного питания. Вместе с этим частные медицинские учреждения, выбравшие себе иностранные наименования, зачастую не всегда проверяют их правильность написания и значения, которые следуют за переводом. Любой образованный и знающий государственный язык человек, увидев наименование бизнес-центров на улице Фараби, будет разочарован, а может даже возмущен. Кроме грубых орфографических ошибок, есть и такие случаи, когда заведения, не имеющие ничего общего с наукой, называют именами великих ученых. Сегодня в городе очень много вывесок на негосударственном языке. Бесспорно, у нас много заслуг, которые я не отрицаю. Но открытым остается вопрос, почему не осуществляется в должной степени реализация законов о государственном языке? Безусловно, духовное наследие народа неразрывно связано с его языком. Он должен передаваться из поколения в поколение, сохраняя все свои особенности и разнообразие. Как говорил великий мастер слова Алишер Наваи, язык является духовной сокровищницей, замком, а слово к этому замку ключом. Продолжаем выпуск. В столице прошла конференция Министерства дошкольного образования. Специалисты рассказали, как будут налажены процессы в дошкольных образовательных организациях после возобновления работы 14 сентября. Какие в связи с этим приняты меры и как организована подготовка в репортаже программы. Карантинные ограничения не только ограничили, но и остановили на время деятельность дошкольных образовательных организаций. Не будем лукавить, для кого-то это время показалось вечностью. Приостановили свою деятельность 14 тысяч до а сотрудники были отправлены в трудовой оплачиваемый отпуск или переведены на удаленную работу. И тем не менее профильное ведомство оперативно организовалось и приняло все необходимые меры, чтобы ситуация никоим образом не повлияла на образовательный процесс детей. Правда, с одним лишь отступлением, что воспитанием и процессом обучения на протяжении всего этого периода занимались родители на дому. Конечно, телевизионные контент-программы в подспоре, ставшие популярными онлайн-уроки и обучающие игровые занятия. Как заявили в Министерстве дошкольного образования, несмотря на, казалось бы, полное бездействие детсадов, работа по строительству новых инвестпроектов отнюдь не прекращалась. В этом году 408 объектов, которые были определены в нашей инвестиционной программе, они уже все прошли тендерные процессы и началось освоение бюджетных средств. Я хочу отметить, что беспрецедентный случай где-то одна третья часть, то есть 1257 дошкольно-образовательных организаций, в которых уже созданы не просто инновационная, содержательная, образовательная, воспитательная среда, но, а также улучшенная инфраструктура, улучшенная, намного улучшена материальная, техническая база. Журналистам также рассказали, каким образом и на каких условиях будут работать дошкольные организации. Процесс требует особенной организации, с тем, чтобы избежать всех рисков. Поэтому продумали с учетом всех требований ВОЗ пошаговую программу обучения, питания, занятий и отдыха. Ее так и назвали «Новый старт». Так что первыми у старта по дороге в детсад дети старшего возраста. Тем, кто в саду не новичок, заявили специалисты министерства, проще адаптироваться к новым условиям. Открытие садов будет проходить поэтапно, с согласия, с добровольного согласия родителей. И обязательно с разрешением кингерша местных депутатов. обязательное должно быть разрешение со стороны службы санитарно-эпидемиологического благополучия. Мы в первую очередь с 14-го числа начнем охват старших групп. То есть это 5-6-летние дети старшей группы и 6-7 лет это группы предшкольной подготовки. Мы самый главный ориентир направляем на безопасность и сохранение здоровья детей. И чтобы родители не волновались главная поправка. Место в дошкольной организации за теми, кто пока предпочтение отдает дистанционным занятиям сохранится в обязательном порядке. Также в первую очередь сохраняются главные требования СанПИНА. Ежедневные фильтры, осмотр воспитанников работников до сохранения дистанции. А для этого тоже условия есть. От хлорных коридоров отказались в пользу просторных коридоров и помещений. Резервные площади в детсадах сегодня в наличии. А где это было необходимо, к сегодняшнему дню территорию в группах расширили, убрав перегородки. И если позволяют погодные условия, больше занятий рекомендовано проводить на свежем воздухе. Итак, к старту АДАТа уже определена 14 сентября. Готовые педагоги и дети, тем более их родители. Главное, чтобы на протяжении всего периода работа шла консолидирована и согласована. До тех пор, пока пандемия не придет к финишной черте. Продолжаются изучения республиканской рабочей группы по выявлению пробелов в подготовке к осенне-зимнему сезону жилого фонда социально значимых объектов. Наши камеры фиксируют реальное положение дел. Последние годы проведена широкомасштабная созидательная работа и в Букинском районе Ташкентской области. В настоящее время данные мероприятия продолжаются в соответствии с подготовкой к осенне-зимнему сезону, с приближением которого они приобретают еще большую значимость. Так нуждается в ремонте четвертая и шестая многоэтажки махалинского схода граждан Мадонят в районном центре. Их фасадную часть в последние 10 лет не обновляли вообще. Крыша протекает, в ненасти дождевая вода доходит до первого этажа. Пасмурная погода настораживает жильцов и так все время. Говорят, что даже привыкли так жить, как осадки, и так укрывают те или иные вещи от воды. Эти дома обслуживает ТЧСЖ Мадонят, представители которого утверждают, что владельцы квартир на протяжении лет не платят взносы. В итоге нет средств. Дома так и остаются в таком вот состоянии. Во время изучения столкнулись с проблемой, связанной с отсутствием в этих домах отопительной системы. Квартиры обогревают зимой при помощи электрических приборов и газовых плит. При неосторожном обращении это может привести к нежелательным, а порой и даже трагическим последствиям. Необходимо приводить в порядок образовательные учреждения, здания бытового обслуживания района. Отдаленное селение Алхаджар Махалинского схода граждан Бука находится в 32 километрах от райцентра, где проживает 280 человек. Нерешенных проблем еще много. Дороги в Колдобинах, тусклые дома, оставшиеся без воды деревья и площади. Сохнут деревья вокруг 42-й общеобразовательной школы на 80 мест. На маленькой спортивной площадке нет простых тренажеров для занятия спортом. Дефицит поливной воды привел к заброшенности приусадебных земель. Они в каждом доме составляют по 30-40 соток. Хорошая возможность для получения высоких доходов от выращивания овощных бахчевых культур при эффективном, конечно, их использовании. Кроме этого, на протяжении лет сельчане сталкиваются с трудностями, связанными с обеспечением питьевой водой. Ее набирают вот в этом месте. Очередь большая, возят машинами, тележками, велосипедом, чем угодно. А в ненастные дни все усложняется грязью на улицах. Говорят, что некоторые вынуждены покинуть эти места. В прошлые годы было 57 домов, сейчас осталось около 40. А это здание лет 10-15 назад служило центром культуры, где дети участвовали в различных кружках. В последнее время им пользуются в качестве мечети. Тем не менее, состояние здания оставляет желать лучшего, и ему нужен ремонт. Подготовлены к новому учебному году с учетом требований карантина классы 30-й общеобразовательной школы Махалинского схода граждан Джурова Бот. Однако, негде проводить занятия по физкультуре и спортивные мероприятия. Нет столовой. Проведен технический осмотр печи и отопительной системы, но нет питьевой воды. Такой вот разброс в подготовке к осенне-зимнему сезону. Не обеспечены теплом двухэтажные дома в центре Бекабадского района. Зимой приходится использовать электрические печи и газовые плиты. Заросла сорняками территории вокруг 12-го дома Махалинского схода граждан Гулистон. С задней стороны дома не до конца доведены работы на сооружении, подающем тепло. 5-6 лет тому назад во время капитального ремонта одна из фирм не завершила строительство котельной. Дом относится к ТЧСЖ ОМАТ. Тем не менее, никакого движения вперед. Население беспорядочно возвело санузлы. Еще хуже в многоэтажках Махалинского схода граждан ТАКАЧЕ в третьем секторе, где проживает более 50 семей. Условия, говорят, жители очень тяжелые. Есть вода для стирки и уборки, а питьевую покупают. Еще хуже выглядят дома с задней стороны. Дождевая вода наносит вред стенам, которые постепенно осыпаются. В плачевном состоянии подвала. И как только живут зимой, отопительная система не работает. Если не принять необходимые меры по основательному ремонту, то положение еще более ухудшится. Территория обрастает отходами. Плачевно выглядят фасады домов. В подъездах размножаются насекомые. Устарела система канализации. Построена детская площадка, но территорию возле нее население превратило в склады. Очень много старого железа, бытовых отходов. Даже выросла целая свалка. И по ним ходят люди. Туалет без крыши. Разные пакеты, легкие отходы валяются повсюду, дышать нечем. Нельзя ждать ухудшения положения, необходимо принимать соответствующие меры. Что требует от руководителей секторов и ответственных лиц организаций, активизаций работ в этом направлении. Во время изучения реального положения дел в городе Янгюль Ташкентской области выявлен ряд проблем в отопительной системе. Котельная Турон на улице Самарканд в четвертом секторе с 1975 года обеспечивает теплом 18 многоэтажек и две школы. И за все 45 лет ни разу не подвергалась ремонту. Да, намечалось полностью провести его и установить три энергосберегающих котла до конца 2019 года, но планы так и остались нереализованными. Зимой в котельной собирается вода. За последние три с половиной года шесть раз назначали руководителя Янгюльского городского филиала областного производственного управления Саклик-Манбайи. По словам нынешнего его руководителя Абдурахима Рахмонова филиал не имеет самостоятельного баланса. Для ремонта не выделяются своевременные средства, поэтому поводу даже обращались в суд. Вокруг котельной много отходов. Котельная Янгихайот в Махалинском сходе граждан Мустаклик в первом секторе была запущена в 1965 году. Состояние котельной совершенно не соответствует названию. Все давно устарело. Она обеспечивает теплом пять многоэтажек и одну школу. И здесь те же проблемы. Нужен ремонт, а средств нет. Почти 40% теплотрасс обеих котельных не изолированы, что приводит к большим потерям тепла. Центральная котельная расположена в Махалинском сходе граждан Узбекистон-Бикате, что на территории первого сектора Янгиюльского района в 2015 году переведена в ведение областного хакемиата. Отсюда тепло подается в 13 домов, одну школу, дежурную часть железнодорожной станции, общежитие, таможенный пост. В прошлом году котельная работала не в полную мощность. К тому же протянутые теплотрассы наполовину не покрыты изоляцией. Трубы протекают, теряется столько ресурса. Данный объект также относится к Янгиюльскому городскому филиалу областного производственного управления Сыклик-Манбайе. Как же ему справиться с этими проблемами, которые он не может решить непосредственно на своем объекте, не имея при этом средств на это? Старая котельная на этой территории построена в 1971 году. После возведения новой она опустела. Внутри и вокруг собирается мусор. Кому от этого и какая польза, непонятно. В пяти многоэтажках местности Шур-Алисой третьего сектора района проживает 84, а в восьми домах барачного типа более 50 семей. Они все приватизированы. Обращались многие руководители ТЧСЖ, но некоторые жители не согласились присоединиться к одному из них. И вот один за другим начали появляться острые вопросы, связанные с ремонтом кровели, канализацией, устранением беспорядочно расположенных построек, обновлением бараков, которым уже сто лет, предоставлением квалифицированных медицинских услуг населению и так далее. После обращения решено организовать здесь новое товарищество частных собственников жилья. В Махале-Харарах в 2017 году были построены индивидуальные дома по образцовым проектам, но работы были не завершены. 800-метровый участок внутренней дороги, которая примыкает к большой автотрассе, остался без асфальта. Еще одна проблема, с которой сталкивается местное население, связана с обеспечением питьевой водой. Она совершенно не годится для потребления. Вот эти дома в Махале-Червадор в 4 секторе Ченатского района были построены для животноводов в 1971 году. Все три приватизированы. Крыша одного построена за счет государства, другого на средства жителей. А вот этот 223-й дом в аварийном состоянии. В 1990 году убрали его второй этаж и технически укрепили. С участием местного населения обсуждены вопросы обновления крыши и улучшения работы отопительной системы. Проблема нашла свое положительное разрешение. А вопросы, связанные с обеспечением питьевой водой, устранением незаконных строений и благоустройством территории, включены в программу 2021 года. При содействии рабочей группы, нуждающаяся в социальной защите Гульнора Досимова, направлена для лечения на льготной основе в больницу. Нет элементарных условий для проживания в доме Нелюфар-Буриевой и Махалинском сходе граждан Мевазор. Стены в трещинах, осели полы, крыша протекает. Свое заключение в этом плане дала областная инспекция по контролю за строительством. Маленьких проблем не бывает, все они требуют внимания, ибо за их решением создание достойных условий жизни, на что и направлены усилия государства. Думается, в оптимальные сроки найдут свое разрешение эти и другие важные вопросы относительно подготовки к отопительному сезону. Следующий адрес изучения в Ташкенте республиканской рабочей группы Учсепинский район. Ситуация по подготовке к осеннему сезону желает быть лучше. Много недостатков, которые требуют немедленного решения. Десять лет не пользуются зданием 443-й дошкольной образовательной организации 22-го массива Махали-Найман в 4-м секторе Учсепинского района столицы. Год назад начинались строительные ремонтные работы, но так почему-то и не были завершены. Сами видите состояние установленных новых оконных рам. О задней стороне здания и говорить не хочется, кому не лень, расписываете стены. Грубо нарушаются санитарные нормы вот в этом цехе по производству пластмассовых изделий в 22-м массиве. Даже нет системы вентиляции, а ведь рядом дома населения. Не говоря уже о безвредной для окружающей среды утилизации производственных отходов. Немало проблем и в 39-м Б-доме Махали-Богобот в 1-м секторе. В 2017-м году ТЧСЖ об отлиг Коммунал-Люкс выделен банковский кредит в размере 100 миллионов сумм. Для проведения строительно-монтажных работ привлекли общество с ограниченной ответственностью Хуршиджон сервис-монтаж. Однако работы так и не выполнены до конца. Шестой подъезд в аварийном состоянии. Имеются недостатки на крыше, из-за чего, к примеру, стены 55-й квартиры пожелтели от дождевых потеков. Пострадали даже от этого электропровода. По словам жителей, в зимнее время нестабильно работает отопительная система. Под ржавыми трубами в подвале в открытом виде электрические провода. Основная часть его в воде. Не смогли получить внятного разъяснения на этот счет у руководителя округа. Девятый центр подает тепло и горячую воду в Уштепинские и Челанзарские районы столицы. Внешне все выглядит неплохо, что не скажешь о внутреннем состоянии объекта. Здание устарело, котлы ржавеют. Не отвечают требованиям лифта седьмого дома, 31-го массива Махалинского схода граждан Диоробот в третьем секторе. В некоторых из них даже вышло из строя освещение. Подвал заполнен водой, плохо выглядят подъезды, в сырости размножаются различные насекомые. Есть детская площадка, однако из-за отсутствия надлежащих условий детвора играют в мяч близко к дороге с интенсивным движением. Не готов к осенне-зимнему сезону и 64-й дом Махали Янгиюль. Крыша отремонтирована на скорую руку, сквозь нее прибиваются солнечные лучи, а значит, не настижди неприятностей. Говорят, что бывший руководитель ТЧСЖ взял кредит в банке, начал строительство и не довел дело до конца. Такое иногда случается, а отвечать, как всегда, некому. А жители просят начать все по-новому. Ответственные лица пообещали найти решение данному вопросу. Заброшена территория вокруг 65-го дома Махалинского схода граждан Заргарлик, 12-го массива во втором секторе Уштепинского района. Все в упадке, повсюду отходы. Такая же картина и возле 33-го дома. Дети резвятся на крышах гаражей. И никому до этого нет дела. Молчат все, и активисты Махали, и сами жители. Все пущено на самотек. Из-за большого скопления мусора переполнены даже эллигационные сети рядом с 34-м Б-домом. Следующий адрес, расположенный на площади 3 гектара, Ташкентский городской юридический колледж. Территория не благоустроена. Фасаду здания требуется ремонт. Администрации, образовательные учреждения сетуют на недостаток в рабочей силе. Конечно, если все запустить и спохватиться, лишь когда укажут на недостаток, вряд ли все успеть. Работа требует системного подхода. А авральным методом ничего не решить. Вот это свободное здание закрыто, и не смогли найти ключи от замка. Выяснилось, что оно сдано в аренду предпринимателям. Далее направились в сторону многоэтажек Махалинского схода граждан Фархот 23-го массива. В плачевном виде подвал вот этого дома трубы протекают. Кажется, о подготовке к отопительному сезону здесь всерьез и не задумывались. Протекает крыша 52-го дома по улице Токачи, Махали, Куркамобот в третьем секторе. И вот последствия, которые можно наблюдать в частности в 64-й, в 65-й квартирах. Нуждаются в ремонте дорога на улице из-за 20 Махалинского схода граждан Фозельтепа. Особенно трудно детям, которые ходят по ней в школу. Ведь в ненастные дни тут совсем не пройти. Дома, расположенные на этой улице, не подключены к канализационной сети. А это уже пятый дом в Махале Алихонтура-Суагуни 30-го массива. В 12-этажном здании два лифта, а пассажирский не работает целых 12 лет. Поэтому жители пользуются лишь одним, грузовым, который из-за больших нагрузок также часто останавливается. В подвальном помещении 31-го дома Махали-Дейдор 30-го массива предпринимателям начата работа по строительству швейного цеха, утверждая, что на это получено согласие руководителя ТЧСЖ. Однако об этом ничего не знают ни представители Хакемята, ни руководитель сектора. Небезопасно ли создавать производство там, где концентрируются инженерные коммуникации? Думают, соответственные лица найдут оптимальное решение данному вопросу. Достаточно проблем и в акционерном обществе нефть-вагаз Конлара-Геология Сва-Кадрува-Института. Институт геологии и разведки нефтегазовых месторождений. В Махалинском сходе граждан Дюрджонии, первого сектора Учтепинского района. С момента возведения здания здесь не проводили ремонтных работ. Помещение оставляют желать лучшего, крыша протекает. Зимняя холода здесь не то, чтобы заниматься научными исследованиями, просто находиться, наверное, невозможно. В очень плохом состоянии шифер на крыше зашли и Ташкентское городское детское физиатрическое медицинское учреждение на 135 мест, возведенное в 1960 году. Здесь в основном лечат детей, больных туберкулезом. Территория благоустроена, везде чисто, однако устарели здания со сломанным шифером на крыше. Отслужили свое окна и двери, разбиты стекла. Фасад нужно ремонтировать, стены в трещинах. То же самое и с инвентарем. Плачевно выглядит бассейн. На предприятии, расположенном в четвертом секторе, когда-то изготавливали ювелирные изделия. Сейчас оно заброшено, хотя находится на балансе агентства по управлению государственными активами. Оборудование давно уже не используется и покрылось пылью. А ведь можно при желании восстановить работу предприятия, пусть даже по другому направлению, с привлечением инвесторов, чтобы объект не пустовал, а приносил пользу как предпринимателям, так и району. Не работает лифт 102-го Б-дома в Махалинском сходе граждан Фозельтепа, массива ИЗА в третьем секторе. А ведь непросто подниматься на верхние этажи, которых девять. Беспорядочно подсоединены электропровода щита в подвале. Над ними проходят водопроводные трубы. Если какая-нибудь из них станет протекать, то жди короткого замыкания. Нуждаются в ремонте и внутренние дороги вокруг дома. Руководитель третьего сектора города Ташкент приступил к принятию мер по решению на территории выявленных проблем. Вывезли мусор и привели в порядок заброшенные площади. Говорят, что построят на выровненных участках детскую площадку, автостоянку и место отдыха для людей преклонного возраста. Республиканская рабочая группа завершила свое изучение в Штепинском районе. С учетом выявленных острых вопросов разработана дорожная карта. Определены конкретные сроки и ответственные по каждому из них. В рамках дня профилактики правонарушения ответственные лица секторов, активисты Мохали, инспекторы профилактики и представители общественных организаций изучают ситуацию в делах на местах. Вопросы разные. Они касаются как обеспечения занятости населения, так и подготовки общеобразовательных школ к новому учебному году. Подробности у нашего корреспондента. Мероприятия, организованные сотрудниками сферы, активистами Мохали, а также работниками Национальной гвардии, направлены на обеспечение трудоустройства незанятых граждан. Им оказывается непосредственная помощь. Гульрух Ульджанова живет в Мохали-Навбахор, города Ургенш. Есть двое детей. Инспекторы профилактики и активисты Мохали изучили ее ситуацию. После она была трудоустроена на работу. Теперь она поможет семье поправить свое материальное положение. Совсем скоро на местах поэтапно начнут свою деятельность общеобразовательные школы. В Куйчичикском районе было изучено состояние общеобразовательных учреждений, соблюдение правил безопасности при посещении школы, использование антисептических средств, недопущение чужих на территории школ. Все эти моменты были взяты под строгий контроль сотрудниками правоохранительных организаций. Еще одна из важных задач это сбор хлопков. Обеспечивается техника для перевозки агрегат и прицепа, а также подготавливаются полевые амбары к сезону, необходимые запчасти для тракторов и прицепов. На местах со стороны ответственных лиц секторов, руководителей кластеров, активистов Мохали, инспекторов профилактики и общественных организаций проводятся пропагандистские мероприятия среди населения. Составляются договоры с нетрудоустроенной молодежью. В Куйчурчикском районе 37 махалинских сходов граждан. Все школы, расположенные на данных территориях, были изучены на предмет готовности к 2020-2021 учебному году в условиях пандемии. Кроме того, в течение дня было изучено состояние малоимущих семей, детям которых со стороны районного отделения внутренних дел были розданы учебные принадлежности, а путем обеспечения занятости населения, в частности молодежи, достигается снижение преступности и правонарушений. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова